Вот кое-что, о чем мы также должны упомянуть, ибо пока наш Конгресс бьется за то, чтобы отправить для отмывания побольше денег на Украину, мы видим следующее. Это из TFI Global. 17 тысяч войска исчезло, 10 тысяч сдалось. Раскрыта статистика по сдавшимся украинцам. И это происходит повсеместно. Секундочку, не эта картинка. Итак, украинские войска массово сдаются. За последнее время значительное число украинских военных сдалось российской армии. Украинцы пользуются специально созданной российской армией радиочастотой, известной как Волга. Волга. На частоте 1.49.200. Другими словами, они оставляют свои радиоприемники настроенными на эту волну, если вдруг ты захочешь сдаться, потому что русские понимают. Русские видят эти ролики, на которых украинцы хватают этих пацанов, хватают украинских граждан и бросают их на линию фронта. А те уже и не хотят сражаться, и русские им сочувствуют. Люди спрашивают, а почему тогда Россия еще не выиграла эту войну, потому что она не хочет стирать Украину с лица земли. Русские смотрят на этих людей, как на своих братьев и сестер, и они изо всех сил стараются победить в этой войне без уничтожения инфраструктуры Украины. А то, что делают штаты, отвратительно. Там не погиб ни один американец. Да, что насчет украинцев? Бог с ними. У России больше сочувствия к украинским гражданам, чем у Америки. Мы используем их как пешки, и нам плевать на пролитую кровь. Радиочастота была установлена летом и активно используется украинскими военнослужащими, 10 тысяч которых уже сдалось в плен к русским. Радиочастота активна по всей линии фронта. По сообщениям воспользовавшихся радиочастотой «Волга» сдавшихся украинцев, хорошо кормят и оказывают необходимую медицинскую помощь. Столь значительное число солдат, сдавшихся через радиосвязь, только подчеркивает тяжесть и сложность ситуации, с которой столкнулась украинская армия в ее продолжающемся столкновении с российскими войсками. И вот гляньте на это. Вот он, этот радиосигнал. Готовы? «Волга! Выживай Волгу! Волга! 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 Выживай Волгу! По нам работали вертушки. Человека справа от меня снял снайпер. У нас когда идти на убой... Убой, на передовую идти никто не хотел. Все это передаться. Я хочу вернуться домой. Я устал от этой войны. Перешел на чистоту 149-200. Вышел на Волгу. Переключился на чистоту танцевый снег. Вызывай Волгу. И оставайся вживым. Источники этой информации надежны. Она уже обсуждается различными людьми и новостными изданиями. Информация о том, что русские предоставляют украинцам возможность сдаться. Потому что русские понимают, что происходит. Они понимают то, что эти люди уже больше не хотят воевать. Ведь уже столько из них погибло на линии фронта. И мне показалось очень правильным рассказать вам об этом. Ведь это то, о чем мы все должны знать. Так как сам факт того, что наше правительство продолжает финансировать эту войну, которая уже проиграна. И мне кажется, что скваду стоит посмотреть на всех этих отцов и матерей, потерявших своих детей на Украине. Они уже слишком давно занимаются этой херней, обвиняя во всем Владимира Путина. А тем временем у Владимира Путина в его стране колоссальный рейтинг поддержки, так как многие люди хотели его вмешательства, видя, как на Донбассе уничтожают этнических русских. И вся эта ситуация крайне печальна, но мы хотя бы видим, что русские предоставляют украинцам способ для мирной издачи, чтобы украинцы хотя бы могли сохранить свои жизни. И это то, о чем я хотел сегодня рассказать, так как... Это хоть какой-то позитив. По крайней мере, со стороны русских мы видим проявление человечности. И тем более омерзительно то, что наше правительство продолжает обсуждать отправку еще денег на войну. Все без исключения, демократы, сквад, они непрогрессивные и миролюбивые. А тем временем страдают люди в Лохайне, страдают люди на Украине. Они прямо сейчас проходят через такое количество горя, и никто не несет за это ответственность. И бить тревогу уже поздно. Редактор субтитров А.Семкин